Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить тушеную капусту со свиными ребрышками. Нам потребуются свиные ребрышки, полтора килограмма, растительное масло, капуста, лук, морковь, томатная паста, перец горошком черный, лавровый лист и соль. Ну что, начинаем? Включаем плиту. В казан наливаем растительное масло, ну, может быть, грамм 150, вот так вот, немного. Пока нагревается масло, занимаемся продуктами. Все будем нарезать достаточно крупно. Морковку можно потереть на крупной терке, но я буду нарезать брусочками, чтобы вот в капусте эта морковочка ощущалась. Вот нарезали лук, берем вот так вот и разбираем его на лепестки. Масло нагрелось. Начинаем закидывать ребрышки. Ребра закинули, не трогаем. Нам нужно, чтобы с той стороны получилась такая золотистая, хрустящая корочка. Жарим. Ребрышки обжариваются. Нарезаем морковочку. Капусту тушеную вот в эту можно было еще, конечно, и грибочки добавить. Но у меня, к сожалению, грибов нет. А так, если бы еще у вас были грибы, тоже интересно получилось бы, типа солянки. С одной стороны ребрышки обжарились, переворачиваем. Ох, как хорошо позолотились. На другую сторону. Все-таки, друзья, свиные ребрышки, это всегда вкусно. Ребрышки вообще вкусно, как всегда. Но вот когда свиные ребрышки, я вообще люблю. Так хорошо подрумянились. Все. Обжариваем с этой стороны свиные ребрышки. Минут 5. Ребрышки наши обжарились. Вынимаем. Все. Друзья, посмотрите, какой красивый получился цвет аппетитный у ребрышек. Теперь мы на этом масле обжариваем лук. Придадим луку такой красивый цвет. Коричневый. Вот такая красота у нас получилась. Теперь мы ребрышки немного подсолим. И все вот так вот хорошо перемешаем. Сегодня у нас едоков немного в семье будет. Поэтому я готовлю немного. Ну, для троих хватит. Все. Готово. Лучок обжарился. Вот такой красивый цвет у него. Теперь закидываем морковочку. Морковочки тоже немало. Ну и обжарим морковочку с луком. Сейчас вот, друзья, морковка обжарится. И при обжарке придаст нашему вот этим овощам и вообще нашему блюду оранжевый такой цвет. Морковочку нужно обязательно обжаривать. Потому что она при обжарке вкуснее получается. И цвет блюду придает такой приятный оранжевый. Обжариваем морковочку минут пять. У нас сегодня, друзья, вчера метель была, а сегодня погода супер. Солнышко светит. Мороз 14 градусов. В общем, метель закончилась. С угробы по колено. Аномалия полная. Давно такой погоды не было. Вчера смотрела прогноз погоды. Москву тоже занесло снегом. Такая погода была 50 лет тому назад. Вот так. Ну, зима так зима. Морозы, снега много. А для детей вообще раздолье. Покататься на санках. И вообще на лыжах, на санках. Супер. Капусты у нас тоже много. Морковочка хорошо обжарилась. Друзья, вы обратите внимание, какой оранжевый цвет приобрело масло. Это после обжарки морковки. Все. Лук с морковочкой обжарились хорошо. Далее. Кладем капусту. Капусты много. Но у нас же тушеная капуста, поэтому капусты должно быть много. Так. Я хочу немного обжарить капусту. Вот сейчас капусту немного обжарим. А потом уже добавим томатную пасту. И вместе с томатной пастой немного обжарим. Капуста обжаривается немного. Вот уже кое-где поджарилось хорошо. Переворачиваем. Так, друзья, теперь вот так вот в одну сторонку капусту сгребаем. Я беру томатную пасту. У меня здесь где-то на полторы столовых ложки. Перекладываю. Минутки две обжарим томатную пасту. Нагрев у нас хороший. На девятку. Вот так вот немного томатную пасту обжарили. Так. Теперь солим. Соматной пастой так вот немного капусту обжарим. Да, капусты много, а казанчик у нас оказывается маловат. Капуста вся вываливается. Друзья, что я делаю далее? Наливаю немного воды. Совсем немного. Все хорошо-хорошо перемешиваю. Теперь кладем сюда ребра. Добавляем перец горошком. Вот так вот все хорошо притопим. Закрываем крышку. Нагрев я убавила на пятерку. И тушим капусту с ребрышками под крышкой минут 30. Через 30 минут включимся. Готовим. Капуста с ребрышками тушится полчаса. Добавляем лавровый лист. Все хорошо перемешиваем. Вы видите, сколько сока выделила капуста. Хоть воды мы добавляли, очень мало. Перемешиваем все хорошо с ребрышками. Чтобы все соединилось и обменялось своими вкусами и ароматами. Перемешали. Закрываем крышку. Но еще на пятерке, на среднем нагреве готовим минут 15. И наше блюдо готово. Ждем. Папуста с ребрышками тушится 45 минут. Блюдо полностью готово. Выключаем плиту. Все хорошо перемешиваем. Вот такая красота получилась. Простенько и со вкусом. Друзья, теперь берем и вот эту красотень перекладываем в ляган с казана. Вы посмотрите. Друзья, ну что, пробуем тушеная капуста со свиными ребрышками, которые мы готовили в казане. Друзья, смотрите, по консистенции какая капуста получилась, совершенно жидкости лишней. Никакой у нас нет. И перчик, и лавровый листик. Обратите внимание. Вот такая у нас получилась капуста. Пробуем. Очень вкусно. В общем, вкус неповторимый. Капуста тушеная получилась до такой степени насыщенная, вкусная, сытная. Блюдо простое. Но вы понимаете, какое оно вкусное. Продуктов немного. Ну, ребра свиные, они недорого стоят. Капуста, в общем, овощи. Вы посмотрите. Целый большой ляган вкусной тушеной капусты со свиными ребрышками. Вы знаете, многие капусту не любят тушеную. А вы попробуйте и приготовьте по этому рецепту. Это очень вкусно. Вы можете отварить картофельное пюре и положить сбоку капусту тушеную и свиные ребрышки в тарелочку. Вкус неповторимый, поверьте мне. Готовьте по моему рецепту тушеную капусту со свиными ребрышками. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей зимней погоды. Вот сегодня у нас солнышко. Погода супер. Готовьте вместе с Еленой тушеную капусту со свиными ребрышками. И у вас все получится. Всем удачи, пока. Ну а мы идем кушать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok